Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поговорить о том, как накачивать давление в расширительный бак, как это сделать правильно и в общем-то для чего это нужно. Давление в расширительный бак я накачиваю для того, чтобы вода при расширении имела место, куда ей деться. Дело в том, что вода при нагреве как, вы знаете, увеличивается в объеме и так, как и она увеличивается в объеме, соответственно давление в сосуде, в котором она находится, также увеличивается. И для того, чтобы это давление компенсировать, для того, чтобы вода попросту не разорвала ваш сосуд, в данном случае это у нас система отопления, требуются расширительные баки. Расширительные баки бывают, конечно, разных типов. Они бывают мембранные, они бывают открытого типа. Ну и в общем-то сегодня мы с вами будем разговаривать как раз про мембранные баки. Расширительные баки открытого типа это обыкновенная бочка, которая ставится в самой верхней точке системы. Вход в эту бочку идет снизу, а выход из этой бочки идет сверху. И соответственно, как только наша с вами вода в системе отопления нагревается, она увеличивается в объеме, происходит расширение и в этой бочке увеличивается уровень. И обычно как люди заполняют систему до тех пор, пока не польется вода из специального такого сливного шланга. Этот шланг есть в принципе во всех самотечных системах, но это в системах открытого типа. В системах закрытого типа у вас система всегда герметична, там есть какое-нибудь более-менее статическое давление, которое колеблется в небольших пределах, в среднем от 1,2 до 1,5 килограмма. Но это в среднем, везде по-разному. Баки мембранного типа работают по следующему принципу. Там внутри имеется груша, в эту грушу накачивается некоторое давление воздуха и остальной же объем этого бака заполняется водой. И при нагреве воды, вода увеличивается в объеме и излишки давления в системе как раз начинают подпирать эту грушу. Груша сжимается и тем самым компенсируется давление. Для того чтобы проверить какое же давление закачано ваш расширительный бак, а именно вашу резиновую грушу в вашем расширительном баке, вам необходимо для начала спустить давление воды из этого бака, а именно полностью слить всю воду. Обычно перед расширительными баками устанавливают трехходовые какие-нибудь краны, либо краны со спускником. И для того чтобы слить воду нам потребуется закрыть кран со спускником, после этого открыть спускник, благодаря этому сольется полностью вся вода из нашей системы отопления и только потом мы можем замерить давление, которое у нас имеется в нашей резиновой груши. Для экспериментов и видео мне предоставили вот такую вот котельную. В этой котельной мне разрешили ее немножечко подтопить для того чтобы показать вам как делать не нужно и после этого я подключил все правильно для того чтобы вы видели как надо делать правильно. Во время работы в котельной желательно одеваться в спецодежду, не промокающую, потому что могут лететь брызги. Чтобы не делать лужу в котельной берем шланг и направляем его в трапик. Таким образом у нас не образуются лужи в котельной и пол у нас остается сухим и чистым. А на самом деле правильно это делается следующим образом. Давление в расширительный бак обычно накачивается компрессором и если вам недостаточно длины провода от вашего компрессора, надо использовать удлинитель. Так как у нас специализированная организация, которая занимается обслуживанием котельных, у нас имеется фирменный удлинитель. После того как мы с вами слили воду из нашего расширительного бака, нам необходимо закачать давление в грушу нашего расширительного бака. Давление обычно накачивается в размере 0,7 от рабочего давления. К примеру у нас рабочее давление 2 и И при 2 килограммах мы 2 умножаем на 0,7 и накачиваем это давление в расширительный бак. Некоторые же пользуются формулой рабочее давление минус 0,2. С тем, чтобы 0,2 килограмма могло расшириться в нашем расширительном баке. Есть много всяких методик расчета, но самое простое это 0,7 от рабочего давления в системе. После того, как мы с вами накачали давление в грушу нашего расширительного бака, мы закрываем наш спускник, либо где мы там сливали воду, и начинаем плавно открывать кран на наш расширительный бак. Делаем это обязательно плавно, для того, чтобы не было гидроудара. Если сделать это резко, то может пойти гидроудар по трубам, и мало ли что там потом произойдет. Так как у нас в системе отопления бывают очень больших емкостей, расширительные баки тоже бывают очень больших емкостей. Я вам показывал на примере, например, 400-литрового расширительного бака. Если вы слили очень большое количество воды из системы отопления, то, соответственно, и давление в системе отопления после этого дела у вас упадет. И необходимо эту систему будет подпитать до рабочего. После этого ваша система отопления готова к эксплуатации. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на моем канале и вы увидите еще много полезного и интересного видео. Всем пока!